Привет, я Энни Мэджик. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. И сегодня будет грустная тема, и я не могу обойти ее стороной. Я просто не имею права не обратить внимание на эту проблему. Поэтому у меня к вам большая просьба. Поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях свое мнение. И обязательно поделитесь этим роликом в своих социальных сетях. Потому что от этого зависит очень многое. Чем больше людей узнает о том, что происходит сейчас, прямо сейчас, какой ужас, какое количество животных просто убивается, уничтожается ради какого-то футбола, мы обязаны об этом поговорить и обязаны распространить эту информацию как можно больше. Везде решили заранее истребить бездонных животных. Нужен ли такой чемпионат мира? Нужен ли вообще такой спор? Дикари, чтобы решать свои проблемы, свои вопросы, убийства тех, кто нас слабеет. Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам как к самому сильному и мудрому президенту. Не допустите этого безумия. В этой комнате сейчас находятся не только питомцы, которых мне подарили, или я их взяла сама. В этой комнате есть собака, которую я спасла от усыпления. В этой комнате есть кошка, которую я вытащила из канализации Алиска, когда ее выбросили туда еще совсем маленьким котенком. У меня нет слов, чтобы объяснить то, что происходит сейчас в нашей стране ради чемпионата мира по футболу. Убивают, уничтожают, истребляют огромное количество бездомных животных. Самое ужасное, что эти собаки и кошки, они не могут ничего сказать против. Они не могут стоять на митингах, подавать петиции. Они могут только выживать, бороться за свою жизнь и ждать своей смерти. Проще всего ведь убить самого беззащитного, того, кто не может за себя постоять. Те, кто смотрит мои каналы, давно знают, что я постоянно стараюсь помогать бездомным животным так, как могу. Иногда мы перечисляем им деньги, собранные на стримах. Иногда я езжу в приют и снимаю что-то, чтобы показать людям, что вот есть такие животные, они нуждаются в помощи. Также я создала канал Magic Family Help, на котором ребята с разных просто городов, точек страны и СНГ, они работают, делают ролики о том, что какая-то собака или кошка нуждается в помощи. В нашей стране миллионы, огромные суммы денег сейчас перед чемпионатом мира выделяются на уничтожение, истребление, утилизацию бездомных животных. Они на улице оказались не просто так. Они там родились, может быть, но прежде чем они там родились, там оказались их родители. Они не вышли из леса, эти кошки и собаки, и вдруг оказались на улице. Во-первых, их кто-то туда выбросил. Это все произошло из-за нас, людей, и тут власти, наше государство перед тем событием, таким как чемпионат мира по футболу, чтобы не позориться и чтобы эти собаки и кошки не бегали по улицам, ради этого готовы уничтожить, убить за нормальные такие деньги. Просто взять и как мусор собрать этих бездомных животных и утилизировать. Как будто это не живые существа, как будто не мы сами виноваты в том, что они оказались на улице. Просто взять и уничтожить, как какой-то мусор, как какие-то ненужные вещи, как хлам. Есть такой сайт госзакупок, куда они как бы выкладывают тендеры. Это как задание. И ищут тех, кто за какую-то определенную сумму способен взять и убить животных в таком-то городе. В этот раз мы реально способны повлиять на эту ситуацию. Мы можем это попытаться остановить. Есть петиция. Ссылку на нее я оставлю внизу в описании. Которую можно подписать. Это петиция против убийства бездомных животных ради футбола. Если как можно больше людей в нашей стране узнают об этой ситуации, и вы подпишите петицию, и ваш друг, то там станет голосов намного больше. И давайте посмотрим на вот эти ситуации с живодерами, которые возникали, с детьми живодерами. Вы думаете, эти издевательства пришли просто откуда-то? Детям просто захотелось попробовать? Нет, конечно же, их семьи тоже очень сильно виноваты. Но мы же цивилизованное общество. И вот теперь давайте посмотрим, какой пример показывает наше государство, наша страна, наши власти этим детям. Можно просто, если тебе не нужно, во-первых, выбросить, потому что нет никакого закона защищающего права. Нет закона, что нельзя просто взять и выбросить животное на улицу. Нет никакого закона, что когда ты покупаешь собаку или кошку, она как-то защищена. Нет закона о том, что они не могут просто размножаться и рожать, рожать, рожать и распространяться. За то можно выбросить на улицу, а потом государство за огромные деньги, за зарплаты людей, за зарплаты ваших родителей, если вы дети, за зарплаты ваши, если вы взрослый, возьмет и уничтожит. Все хорошо. Это не жестокость, это не живодерство. Вы говорите на своих телеканалах, на своих передачах про живодеров, вы рассказываете о них, осуждаете их, показываете, как общество их осуждает. И в это же время вы сами делаете это. Вы, наши власти, вы берете и у всех на глазах выкладываете эти тендеры и говорите, вот мы заплатим вот столько денег за убийство животных, утилизацию их в нашем городе. Идите, уничтожайте, а мы вам за это заплатим деньги. Отличная позиция получается у нас. Вы уничтожаете сейчас, прямо сейчас, огромные сотни тысяч собак и кошек по всей стране на глазах у школьников, детей, которые все это видят. Вы думаете, что один блогер сказал, и только так они узнали? Коля Соболев, Илья, нет. Они узнали об этом еще даже раньше меня. Они мне писали об этом в социальных сетях. Они пытаются распространить эту информацию. Это они подписывают петиции. Они пытаются хоть как-то помочь, хоть как-то изменить ситуацию, потому что их ужасает то, что происходит. Нас всех и меня в том числе ужасает, что мы живем в такой стране, где это позволено. Это не цивилизовано. Это не нормально. Люди пытаются добиться справедливости. Даже Николай Соболев, наконец-то, снял видео о проблеме бездомных животных. Хотя обычно о животных он как-то не говорил. И в своем видео он сказал, что, мол, блогеры будут об этом молчать. Нет. Я никогда не молчала о подобных проблемах. И не буду молчать. Я хочу, чтобы мы вместе с вами попытались эту ситуацию исправить. И для этого нужно распространить эту информацию и проголосовать в петиции против убийства животных. Все приюты, все защитники животных постоянно говорят об этом. Давайте сделаем какой-то закон, защищающий права животных, но при этом помогающий контролировать их размножение. Во многих странах мира успешно реализуется программа, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения, так называемая ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Она эффективна и с точки зрения наличия животных на улице, и самое главное, с точки зрения затраты на это государственных денег. Не хватает одного, самого главного, закона о защите животных. Мы обращаемся к вам, к человеку, который действительно решает в этой стране. Не позвольте случиться этой жестокости. Сильная страна не должна убивать слабых. Мы искренне верим, что так и будет. Спасибо. Это ужасно. Это вызывает, с одной стороны, слезы, с другой стороны, жуткий гнев на то, что происходит. Мне безумно жаль животных, которых вот сейчас просто берут и истребляют, вместо того, чтобы найти другой выход из ситуации на эти же деньги. Чемпионату мира по футболу мы начали готовиться не неделю, не два дня, не три дня. Это известно давно, что он тут будет, и за это время можно было сделать уже очень много. Принять кучу законов о защите прав животных, законы о стерилизации. В нашей стране проходит чемпионат мира, мира по футболу, мира, подумайте об этом. Этот чемпионат может проходить только в цивилизованной стране. В стране, где люди адекватно, рационально решают вопросы по поводу бездомных животных, собак и кошек. В которой с этим работают, борются. Они просто берут и убивают ненужных перед тем, как произойдет большое событие. Это не цивилизованное государство. Это не нормально. И это, именно это, я уверена, демонстрирует, что жестокость это норма. Демонстрирует для детей, подростков и взрослых, что вот так вот уничтожать животных это можно, это нормально. Ведь мы люди, мы круче них, мы дикари. Это государство просто какого-то низшего уровня развития. Если мы не можем решить столько лет, годами проблемы эти, создать какие-то законы и просто сейчас по-быстренькому пытаемся их убрать. Я не буду молчать. Я не хочу молчать. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало об этом ужасе, который происходит сейчас на нашей земле. Об этом кровопролитии, об этой жестокости. Поэтому, ребят, я прошу вас обязательно распространите эту информацию. Поделитесь этим видео. Подпишите петицию. Там очень много написано. Обязательно прочтите ее. Я надеюсь на вашу помощь. Мы в силах что-то изменить. Ну и сегодня ролики, как всегда, на других каналах. Ведь они выходят в один день на всех. И увидимся скоро в новых, я надеюсь, позитивных и веселых видео. Пока.